Всем привет, с вами Джамбо Макс и сегодня вы узнаете о 5 играх, которые мне больше всего понравились в 2018 году. Да, игровой год подходит к концу и мне кажется, что самое время подвести итоги и поделиться списком игр, которые мне запомнились в этом году больше всего. Сразу предупреждаю, что это мой личный топ игры, которые мне понравились больше всего, и это совершенно не значит, что те игры, которые я не назову, автоматически стали говном. Плюс заранее знайте, что у меня специфические вкусы и иногда я не играю в то, во что играют многие. Все игры на вкус и цвет и каждому свое, поэтому напишите свой личный топ 5 игр, которые вам запомнились больше всего в 2018 году. Ну, а я начинаю. С каждым годом игроков становится намного труднее удивить, нежели 5 лет назад, и многие игры стараются возвращаться либо к старым забытым форматам, либо придумывать что-то новое и оригинальное. Первой игрой, которой я хочу поставить свой список топ игр 2018 года, становится игра A Way Out. Эта игра мне понравилась еще с анонса E3 2017, и я ее прошел с невероятным кайфом. Да, игру немного подвела ее визуализация и скромный бюджет, но так или иначе, она мне подарила реально клевые эмоции. А именно, дала вернуться в прошлое, в те времена, когда не было онлайна, и игры надо было проходить вдвоем на одном экране. Но больше всего мне понравился в этой игре сюжет и много взаимодействия между игроками. Ведь в эту игру просто нельзя играть одному, и по моему мнению, это лучшая кооперативная игра 2018 года. Перейдем к шутерам. Тут мне, естественно, понравился больше всего Call of Duty Black Ops 4. Несмотря на то, что в ней нет компании, и все предыдущее время я играл в серию Battlefield, понравилась она мне больше всего из-за того, что там сделали лучший батл рояль. Да, я появился на хайп данного режима, и именно он меня заставил купить эту игру. Также я пробовал играть в простой мультиплеер, и знаете, маленькие карты и маленькое количество человек в мультиплеере, это не так уж и скучно. Учитывая такую скорость и динамику, Battlefield 5 мне не понравился, поэтому среди шутеров явно предпочтение к серии кода. Пэддермен для PlayStation 4 также оказывается в моем топе. Да, я обожаю игры про человека пока, и тот факт, что игр про него не было уже давно, эта игра меня просто поразила. А поразила в большей степени именно своей красотой. Да, спустя некоторое время после прохождения я понял, что она не такая крутая, как кажется на первый взгляд. Так как если ее проанализировать и сопоставить с серией Архем, то станет понятно, что новый Человек-паук выходит лишь из-за красивой картинки, но никак не из-за геймплея. Ибо все силы разрабов были выкинуты именно на кинематографичность. Но ребят, ракурсы, движение Человека-паука, блики солнца и вообще вся картинка в целом просто дарит невероятные эмоции. Прям аж глаз радуется, серьезно. Ну и признаться, в целом игруха довольно клевая. Да что скрывать, я просто скучал по играм Человека-паука, и эта игра мне просто не могла не понравиться. Наруто Тубаруто Шиноби Страйкер. Многие скажут, что за говно? Но эта игра мне также очень понравилась, несмотря на ее сырость в поиске игроков и прочие недочеты. Не многие знают, но я симпатизирую вселенной Наруто. И впервые по ней сделали игру в жанре моба РПГ, в котором ты можешь создать собственного персонажа, проходить вместе со своими боевыми товарищами миссии, а также сражаться команду на команду против друг друга. Многие не понимают, как можно играть в такую игру, но блин, мне понравилось, и я частенько в нее поиграю со своей девушкой. Последней игрой становится, конечно же, RDR 2. Я никогда не интересовался Диким Западом, я не горел желанием играть в эту игру, но как-то я подумал, что опять пропущу все самое интересное. И купил ее. И после покупки я просто офигел. Знаете, игры от Rockstar это реально качественные проекты, которые заслуживают всех своих похвал. В эту игру не хочется играть, этой игрой хочется реально жить, так как в этой игре нереально крутая атмосфера, проработка всего мира. Плюс в этой игре есть онлайн, который является аналогом GTA Online, и которая несет в себе свой сюжет. Как по мне, эту игру должен заценить каждый, кто хочет понять, что такое действительно качественная игра. И знаете, это игра, за которую реально не жалко давать 4000 рублей. Вот такой вот у меня топ. Многие спросят, а как же Forza, Assassin's Creed, Hitman 2 и так далее? Тут ответ прост. Либо я не играл, либо мне эти игры понравились не так сильно, как те, которые я перечислил. Обязательно напишите в комментариях свой топ видеоигры 2018 года, а так же не забывай ставить лайк и подписываться на канал. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч.